Таджикистан 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 С отчагивающими обстоятельствами А также лиц, ранее освобожденных От уголовной ответственности Или дальнейшего отбывания наказания В соответствии с законом Республики Таджикистан Об амнистии от 25 октября 2019 года И вновь совершивших Умышленные преступления Начнестный закон должен быть Исполнен органами, применяющими Его в течение двух месяцев Верховный суд Республики Таджикистан Генеральный прокурор Республики Таджикистан Министерство внутренних дел Республики Таджикистан Министерство юстиции Республики Таджикистан Таджикистан, Государственный комитет национальной безопасности республики, Таджикистан, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбы с коррупцией республики, Таджикистан, Агентство по контролю за наркотиками при президенте республики, Таджикистан, Исполнительные органы государственной власти, Горно-Бадахшанской автономной области, областей города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения обязаны через два месяца с момента выступления настоящего закона в силу представить отчет о его выполнении президенту республики Таджикистан. Закон после его принятия Майлисона Мандагон Мадд paintingamp água республики Таджикистан и подписание президентом республики Таджикистан будет опубликован в печати. Сегодня основатель мира и национального единства лидер нации президент республики Таджикистан, уважаемый Майли Рахмон, провел телефонный разговор с президентом республики Беларусь, уважаемым Александром Лукашенко. В ходе телефонного разговора глава нашего государства тепло поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Стороны также обменялись подразумениями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, которые проходятся на 5 сентября текущего года. В рамках беседы стороны обсудили состояние и перспективы таджицко-белорусских отношений, стратегического партнерства, а также ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, в том числе нынешнюю ситуацию в Афганистане. Главы двух государств также обсудили ход подготовки к предстоящему саммиту ОДКБ в городе Душамбе. Было отмечено значение дальнейшего развития созидательного взаимодействия Таджикистана и Беларуси во всех сферах взаимных интересов. Президенты подтвердили обоюдный настрой на всестороннее укрепление и расширение таджицко-белорусских отношений во благо народов двух стран. Сегодня основатель мира и национального единства лидер нации, президент республики Таджикистан, уважаемый Рахмон, провел телефонный разговор с президентом республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзеевым. В начале беседы глава нашего государства тепло поздравил президента дружеского Узбекистана и в его лице братский узбекский народ с историческим юбилеем 30-й годовщины государственной независимости. В этом контексте лидер нации отметил большие достижения республики Узбекистан за прошедшие годы по пути устойчивого социально-экономического развития и укрепления основ государственной независимости и процветания. В рамках беседы стороны обсудили состояние и перспективы таджико-узбекских отношений, дружбы, добрососедство и стратегического партнерства, а также ряд актуальных вопросов региональной международной повестки дня с акцентом на текущую ситуацию в Афганистане. Также в центре внимания сторон были вопросы подготовки к предстоящему саммиту ШОС в столице Таджикистана, города Душамбе. Президенты подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее продвижение таджико-узбекского созидательного сотрудничества во благо народов двух стран, как на двухсторонней, так и многосторонней основе. Сегодня с официальным визитом в Таджикистан прибыл федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Йозеф Мас. В международном аэропорту Душамбе федерального министра иностранных дел Германии встречали представители Министерства иностранных дел Республики Таджикистан и другие официальные лица. Дипломатические отношения между Таджикистаном и Германией были установлены в 1992 году. За это время благодаря усилиям руководителей двух дружественных стран и встречам на высшем уровне развития двухстороннего и многостороннего торгово-экономического, научно-культурного сотрудничества, межпарламентских связей и взаимодействия в других приоритетных направлениях на основе подписанных документов поднялись на качественно новый уровень. Сегодня основатель мира иностранного единства лидер нации президент Республики Таджикистан, уважаемый Рахмон, принял федерального министра иностранных дел Германии Хайко Маса. В ходе встречи в сторону обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества между Таджикистаном и Федеративной Республикой Германии, а также актуальные проблемы региональной международной повестки дня. В центре внимания переговоров была сложная и вызывающая тревогу ситуация в Афганистане. Президент Республики Таджикистан еще раз выразил озабоченность сложной ситуации в Афганистане и ее влиянием на Центрально-Азиатский регион, а также выразил мнение о нашей стране, о сложившейся ситуации и ее последствиях. Президент Республики Таджикистан отметил, что одним из факторов стабилизации ситуации в Афганистане является формирование инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических групп. Глава государства, подчеркивая важную роль Организации Объединенных Наций, отметил, что под эгидой данной организации и при активном участии международного сообщества должны быть предприняты необходимые меры для формирования инклюзивного правительства в Афганистане. По мнению президента Республики Таджикистан, в этой чрезвычайно сложной ситуации мировые державы не должны оставаться в стороне и проложить все усилия с целью стабилизации ситуации в соседней стране. В противном случае Афганистан может быть вовлечен в затяжную гражданскую войну. Президент Республики Таджикистан призвал к оказанию всесторонней и целенаправленной помощи народу Афганистана с учетом экономического и социального кризиса в этой стране. В центре внимания были вопросы о оказании помощи Федеративной Республике Германии, международным сообществам в укреплении и защите таджико-афганской границы. Стороны выразили обеспокоенность возможным превращением Афганистана в базу международных террористов и выразили готовность бороться с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью. Федеральный министр иностранных дел Германии заявил, что поможет стабилизировать ситуацию путем переговоров и формирования открытого правительства. Сегодня в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан в торжественной обстановке были вручены государственные награды работникам Министерства юстиции Республики Таджикистан, которые были награждены указом Президента Республики Таджикистан. Сегодня первый заместитель руководителя исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан Фердавс Хайотзуда вручил государственные награды работникам Министерства юстиции Республики Таджикистан, которые были награждены указом Президента Республики Таджикистан, уважаемого Имамали Рахмона. В целом 3 человека награждены медалями Джасорат, 10 человек Хизмати Шуиста, 8 человек – почетными грамотами Республики Таджикистан. В ходе церемонии награждения было подчеркнуто, что работники Министерства юстиции Республики Таджикистан вносят достойный вклад в дело обеспечения проведения единой политики в области нормотворчества и реализации нормативных правовых актов, обеспечения эффективной правовой защиты интересов Республики Таджикистан в области международно-правовых отношений и выполнения других задач. Было отмечено, что устойчивое развитие страны, планомерный прогресс государства, спокойная и благоустроенная жизнь населения Таджикистана твердо зависят от безопасности, стабильности, и обеспечения верховенства закона в обществе. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому час нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.